Всем привет! Сегодня мы отправляемся в одно из самых красивых мест Кавказских гор, в поселок Архыс. За 7 дней нашего путешествия мы посетим самые интересные места в окрестностях поселка, пройдемся по самым живописным трекинговым маршрутам, полюбуемся великолепными горными озерами и водопадами, покатаемся на канатной дороге и даже увидим два самых больших телескопа в мире. По приезде в Архыс мы заселились в гостевой дом Liberty Village. Здесь есть все для комфортного отдыха, собственные уютные домики со всем необходимым, терраса, личная барбекю-зона, бесплатная автопарковка и самое главное красивые виды. А вечером на территории включается подсветка и отдых становится еще более приятным. В день приезда мы прошли по самому простому трекинговому маршруту, ведущему к смотровой площадке на скале Корчатюбе. Этот маршрут отлично подходит для климатизации и подготовки к более сложным походам. Примерно через час пути вы доберетесь до смотровой площадки. Отсюда открывается прекрасный круговой вид на поселок, долину и окружающие горные вершины. Вечером мы знакомились с территорией отеля и разбирали вещи. На следующий день у нас был запланирован поход к водопаду Чигардали, но с самого утра шел довольно сильный дождь, и мы решили посвятить этот день поездке к одному из самых крупных оптических телескопов в мире. Большой азимутальный телескоп БТА находится примерно в 40 минутах езды от Архыза на высоте 2100 метров. Он является самым крупным оптическим телескопом в Евразии. Высота купола башни телескопа 53 метра, а его полная масса составляет 850 тонн. На телескопе проводятся экскурсии длительностью примерно полтора часа. На БТА можно наблюдать далекие звезды и галактики, находящиеся на расстоянии до 8 миллиардов световых лет. Это возможно благодаря 6-метровому зеркалу телескопа. Оно способно собирать колоссальное количество светов. С горы, на которой находится телескоп, открываются прекрасные виды. После посещения телескопа мы добрались до поселка Романтик, где хотели покататься на канатной дороге. Но казалось, что до ее закрытия оставалось всего лишь 40 минут, и мы решили приехать туда в другой день. На следующий день мы отправились на маршрут, ведущий к водопаду Чигардали. Водопад находится на территории Архызского участка Тибердинского заповедника. Это уникальная природная зона. Здесь реаклиматизирован зубр, вид, который находится под угрозой исчезновения. Природа на протяжении всего маршрута очень разнообразна. Мы шли по смешанному, пихтовому лесу, по лугу и даже карабкались по скалам. Весь маршрут проходит по долине горной реки Кизгыч. Последние 500 метров начинается крутой подъем по древнему пихтовому лесу. Наконец, мы добираемся до водопада Чигардали. После спуска из пихтового леса мы остановились на берегу и пообедали. После отдыха мы собирались продолжить свой путь назад, но оказалось, что дорога перекрыта. Прямо на тропинке стоял зубр. Зубр не обращал на нас никакого внимания, но мы все равно подождали, пока он отойдет в сторону и продолжили свой путь. Прямо на тропинке стоял зубр. На следующий день мы снова подъехали к БТА, но на этот раз, чтобы отправиться на маршрут к горе Пастухово. В этот день в Архизе было солнечно, но в окрестностях телескопа была сильная облачность. В путеводителе было написано, что в туманную погоду на пик Пастухово идти не рекомендуется, но мы все равно пошли, за что впоследствии и поплатились. Прямо на тропинке стоял зубр. Прямо на тропинке стоял зубр. Через 4 километра начался крутой подъем, идти было тяжело, вдобавок дул ветер и почти ничего не было видно. Зато наш путь лежал по самым настоящим альпийским лугам, мы проходили мимо зарослей рододендронов и других необычных цветов. Мы пообедали и прошли последние несколько сотен метров до горы Пастухова. Продолжение следует... Мы начали спуск, но через 10 минут поняли, что идем не по той тропинке, по которой забирались на гору. Около 30 минут мы блуждали по скалам и спускались прямо через заросли рододендронов. Но в итоге все обошлось и мы вышли на нужную нам тропинку. Позже мы поняли, что именно из-за туманной погоды мы неправильно сориентировались и пошли немного не в том направлении. Мы вернулись к телескопу и выехали в сторону Архыза. Утром на машине мы приехали в поселок Романтик, который находится в 10 минутах езды от Архыза и купили билеты на канатную дорогу, на которую не успели попасть в первый день. С обоих сторон поселок Романтик окружает два горных хребта, поэтому канатная дорога разбита на две части – южный и северный склон. Первым делом мы отправились на северный склон на высоту 2340 метров. Отсюда открывается панорамный вид на соседний хребет Абишира Ахуба. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы около часа погуляли наверху, спустились вниз и сели на канатную дорогу на южном склоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спускаться обратно в Романтик, мы решили не по канатной дороге, а по экотропе Тропа Романтиков. Тропа петляет по хвойному лесу, и с нее видны самые высокие вершины в окрестностях Архиза – Пшиш и София. На протяжении всей тропы установлено огромное множество информационных стендов, и можно узнать много интересного о здешних местах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще на тропе расположено много стоянок, где можно отдохнуть и перекусить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спуск по тропе занимает около полутора часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день на машине мы добрались до поляны Таулу, откуда начинается маршрут до озер Балки Орлёна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После перехода через реку София начинается экотропа, на которую нам и нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала тропа проходит по реликтовому лесу, а затем выходит в долину, к большому водопаду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем начинается самая неприятная часть пути, затяжной подъем по мелкому курумнику. Вдобавок, неподалеку была гроза, которая в любой момент могла нас догнать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После подъема открывается прекрасный вид на скальный пик Караджаш. А после еще пяти минут ходьбы мы оказываемся у озера Орлёнок Секретное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так как погода могла в любой момент испортиться, мы не стали задерживаться на озерах и начали спуск вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустившись немного ниже водопада, мы пообедали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Мы спустились вон оттуда. Пока мы шли по лесу, у нас достал небольшой дождь, а когда спустились к поляне Паулу, пошел довольно сильный град. Плохая погода держалась еще несколько часов, зато к вечеру небо прояснилось и нас ждал великолепный закат. В предпоследний день нашей поездки мы решили добраться до озера Семицветного. Для этого из Архыза нас за 7000 добросили на внедорожники до начала маршрута. Мы выгрузили вещи и двинулись в путь. Весь маршрут проходит по долине реки Большая Дука. Это самая чистая речка в Архызе. Набор высоты на большей части маршрута был постепенный и не особо чувствовался. Еще по пути нам встретилось очень много маленьких ручейков, подавших Большую Дуку. Вторая часть пути в основном проходит по крупному курумнику и здесь нужно быть особенно внимательным. Продолжение следует... В самом конце пути нас ждал крутой подъем по скользкому снегу. Наконец нам открылся вид на озеро Семицветное. Оттенок воды в нем может быть разным в зависимости от погоды и времени года. Именно поэтому озеро и получило такое название. Еще с его берегов открывается великолепный вид на долину, по которой проходил наш путь. Продолжение следует... Субтитры inhalал DimaTorzok Когда мы шли назад, уже вечерело и все окружающие нас горы очень интересно подсвечивались закатным солнцем. В конце тропы нас уже ждал внедорожник. На следующий день мы собрали вещи и выехали из Архыза в сторону дома, но по дороге решили заехать на Ротан-600. Ротан-600 это самый крупный на планете радиотелескоп. Телескоп оснащен антенной диаметром в 600 метров и ведет наблюдение круглосуточно. Он расположен на высоте 970 метров примерно в часе езды от поселка Архыз. За время нашего путешествия по Архызу мы увидели очень много интересного. Определенно, это одно из самых красивых мест в России. Спасибо, что были с нами. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok